ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ В позиции одного из двух опорников с Эвертоном тоже, а в позиции десятки играл Забитцер. И здесь тоже, кажется, Забитцер был... С Брэндфордом еще тоже. Да, точно еще была перенесенная игра с Брэндфордом. И насколько это становится необходимым сейчас, потому что до этого казалось, что это нужно для розыгрыша в отсутствии и Эриксона, который давно травмирован, и Казимира, который дисквалифицирован на внутренних турнирах. И поэтому присутствие Бруно Фернандеша в глубине, оно кажется более логичным, чем когда Казимира возвращается. Или это тоже необходимо в матче против Севильи было? Смотри, я тут рассуждал в очень схожем с тобой ключе. Мне тоже казалось, что это ход, который связан именно в первую очередь с тем, что нет Казимира, который дает и оборонительные качества, и на хорошем уровне продвижения, может разыгрывать. Понятное дело, не на том уровне, на котором это может делать сам Бруно Фернандеша. Но я тоже видел это в качестве такой временной меры, именно для того, чтобы компенсировать и научиться как-то играть без Казимира. И тут надо отдать должное Эрику Тенхагу. Наверное, можно сказать, что научился точно лучше, чем раньше, играть без Казимира вот с таким вариантом. А тут возвращается Казимира. Я тоже думал, что, скорее всего, мы увидим что-то более близкое к классике этого сезона. Уже точно без розыгрышей в глубине от Бруно Фернандеша. Но мы снова увидели Бруно Фернандеша на этой позиции. На 100% объяснить, почему до матча Тенхаг выбрал именно такой вариант, я не могу. Но могу точно сказать, что Бруно Фернандеш снова сыграл здорово на этой позиции. И также, наверное, еще замечу, что это связано, это может быть гипотезой по поводу того, как мыслил Тенхаг. Но я не уверен, что даже Тенхаг мог все эти детали предвидеть, что будет именно такой план, в том числе, у Севильи. Так вот, давай немножко тогда разберемся. Бруно Фернандеша из-за того, как прессинговала Севилья, давай я сейчас, наверное, выставлю Севилью, очень много получал мяч в разряженном пространстве. То есть Севилья, там вот Рахич и Челамело начинали это давление в схеме 4-4-2, там формально рисовали Рахича под нападающим, но вот именно при прессинге всегда было именно 4-4-2. И вот это была первая волна прессинга, потом их компактно все поддерживали. Но Рахич играл именно по центральному защитнику, и, следовательно, в этой зоне, если удавалось пройти первую волну прессинга и доставить мяч сюда, очень много было разряженного пространства. И Бруно Фернандешу было даже в контексте конкретного матча проще находить, чем между этими линиями, поскольку команда очень прессингующая, пространство минимум оставляет между линией защиты и полузащиты. И вот это выглядело прям максимально логично в рамках того, как прессингует Севилья. Но почему я отказываюсь это принимать как такой окончательный ответ на этот вопрос и просто говорить, что Цинхак подготовился к Севильи? Я не до конца уверен, что это можно было предвидеть. Именно такую смелость можно было предвидеть у Севилья, поскольку после назначения Менделибара Севилья не играла именно в прессинг команды Менделибара. Это был, по сути, первый матч Севильи с таким максимальным прессингом. В одном матче, наверное, повлияло, как разыгрывал сопернику. Они просто не успевали наказать давление, и соперник сразу дальними разыгрывал. В другом матче против Сельты было раннее удаление, пришлось играть осторожнее Севильи. Но в любом случае, в тех матчах, которые при Менделибаре мог изучить Тинхак, он не видел еще этого прессинга. Он мог видеть его в Ибаре, в других командах Менделибара. Если бы он изучал предыдущие команды, предыдущие проекты Менделибара в подготовке к этому матчу. Я думаю, если бы он изучал предыдущие команды Менделибара, он бы прямо закрылся в своем кабинете и перестал бы проводить вообще тренировки. Он бы так сильно влюбился в эти команды и заново просто открыл бы для себя футбол. Но в любом случае, Фернандеш сыграл очень здорово. Полного объяснения, почему он продолжил играть на этой позиции нет. Но сейчас сразу несколько элементов в этом центре работают очень перспективно. Потому что кроме того, что на поверхности, кроме того, как Фернандеш может пользуясь свободой, направлять атаки, быть иногда глубинным плеймейкером, иногда просто плеймейкером и создавать моменты. Есть еще аспект роли, давайте тоже Манчестер Юнайтед представим, того, как Забицер действует. Два его гола, они были разными. Один, по сути, из позиционной атаки, другой из быстрой атаки. Но они были забиты через его открывание за спину. И он очень своевременно делал эти рывки. Я не могу сказать, что это прямо его важная черта по карьере. Но он неплохо делал рывки, скажем так, вторым темпом. И есть общая черта, которая объединяет эти рывки. Это выбор момента. Важно очень чувствовать этот момент, когда открываться. И он не столько за счет скорости, сколько за счет выбора момента очень здорово тут исполнял. И это тоже интересный работающий механизм, который, понятное дело, вот именно эти рывки за спину, а не вторым темпом, Забицеру удобнее показывать именно на этой позиции. Так что, с одной стороны, все очень здорово сработало. С другой стороны, я вот просто подчеркну, простите, так скромно скажу, что не все я знаю все-таки в футболе. Пока не все. Я не могу сказать, почему Тенхак до матча, как Тенхак, какой логикой Тенхак до матча пришел к этому. Может быть, это та ситуация, когда все было еще проще, чем мы пытаемся предположить. И просто ему понравилось. Тупо понравилось, как Бруно проявил себя в этих ролях. И он решил попробовать еще, даже с возвращением Казимира. Ну или может быть, опять же, как теория, то, что Забицер может дать больше объема в прессинг-действиях в более высокой позиции, чем тот же Бруно. Экстренная новость пришла. Вот этот чувак, Дизайнер Мартинес, вы был до конца сезона. Да-да-да, я знаю, у него там чуть ли не пятерной перелом стопы. Да, там Five Fractal, что-то такое было, наверное, я видел перед началом еще стрима. Ну что, Ливерпуль обойдет матчей с Рюнайдом теперь? Да ну, какая разница? Какая разница? Никуда он не обойдет. Марсиаль. Марсиаль в этом матче в лучшем стартовом составе, по-моему, еще до игры. Тенхак говорил, что это важнейший фактор, может быть, на концовку сезона. И вообще, что это лучший вариант из тех, что есть у Рюнайдом. И Марсиальу очень сильно не хватало. Его открывание в этом матче, потому что, подожди, он же отдал вторую голевую, правильно? Да, блестяще. И он же поучаствовал в первой голевой атаке, когда ушел на фланг. И там на фланге смогли выйти из-под давления. То есть он отдал, ты любишь считать предголевые, но он отдал пред-предголевую на первый гол. Его роль в этом матче насколько была важной? Я думаю, что я люблю самые разные типы передачи считать, учитывать. Просто пред-предголевые никто не считает. И если бы такие данные были, это тоже была бы интересная почва для анализа. Что касается роли Марсиаль, то мне в целом Марсиаль нравится по этому сезону. Единственная только проблема была у Тенхака. То, что Марсиаль на каком-то этапе сезона оставался, во-первых, он может почти всегда сломаться. Во-вторых, он на каком-то этапе сезона оставался единственной опцией. Ну и там формально еще Криштиан Роналду был на том этапе. Но, скажем так, одна проблемная опция, другой Марсиаль. И Решфорд, который на другой позиции хорошо раскрывается. Короче, суть в том, что Тенхак, как я уже много раз говорил, может выстроить атаку и с нападающим кипажа Векхерста, и с нападающим кипажа Марсиали. То есть ему не принципиально. Главное, чтобы этот игрок проделал работу в прессинге, а дальше другие механизмы будут под это адаптированы. И тот, и другой вариант по-разному, но все-таки работал. Конечно, Марсиаль, особенно в матче, где есть пространство, а в этом матче было пространство, выглядит просто запредельно хорошо. Так что, да, получаются справедливые комплименты. Но я не вижу тут чего-то, чего он не показывал бы раньше при Тенхаге. Так что он в целом подходит к тому футболу, в целом достаточно совместим. Если наберет форму, то игрок огромного таланта, огромного потенциала. И он, конечно, был особенно мотивирован, играл против бывшего клуба. Да, это правило бывших. Я просто думал, что мало ли кто-то забыл, что был такой период. Были такие минуты в карьере. В прошлом сезоне. Конечно, да. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!